Приветствую всех, в эфире Дорожный Просвет. История, автомобильная история, причем история нашей страны. Вот о чем мы сегодня поговорим. И у меня в гостях мой коллега, очень хороший мой приятель Иван Подерин, автомобильный журналист и, самое главное, писатель и, в общем-то, историк. Человек, который, знаешь, Ваня, когда я ехал в студию, я думал, как тебя представить. И есть такое выражение «Иван, не помнящий родство». Я придумал тебе слоган «Подерин, Иван, помнящий родство». Как тебе? Знаешь, это хорошо, это хорошо. Лет 15 назад еще Лев Михайлович Шугуров подписал мне одну из своих книг, вот именно так, «Ивану, помнящему родство». Вы повторяетесь, как и все, собственно говоря, ваши заголовки, это, собственно говоря, отголоски давно написаны. Ну, с Оленом Михайловичем, да, собственно говоря, Лев Михайлович Шугуров. Здравствуйте, дорогие мои. Дело в том, что Иван обожает и советские автомобили вообще, и автомобили марки «Газ» в частности. Иван написал первое, ведь твоя книга была про 21-ю «Волгу». Да, 21-ю она так и называется. Вот. Потом пошло дальше, потом Иван стал писать и издавать книги. И дальше вот одна из последних была «Все автомобили газ». Она называется «Газ русские машины» 1932-82. Сколько там фотографий? Там тысяча фотографий. Тысяча фотографий всех проектов газовских, включая там самолеты, аэросани и так далее. Там 485 проектов газовских, все структурированы по семействам, по хронологии, по функционалу. И вот привет на выходе почти 500 моделей и тысяча фотографий. Да, это все та история, которую нужно собирать, изучать, вот то, что Иван делает. И еще великая вещь, Вань, которую ты делаешь, это вот эти фестивали. Как они у тебя называются? Горький классик они называются. Горький классик. Собрание классических автомобилей газ. Ну, это чтобы просто не замыкаться на книгоиздательстве. В общем, а это книгоиздательство, это, по сути дела, производное от усидчивости, да. Хочется двигаться и заниматься какими-то активными видами жизнедеятельности. Вот фестивали, это выход из виртуальной среды, когда ты набираешь, пользуешься, да. Ты выходишь на автодром, и вот живые люди, которые смотрят на тебя и держат, кто в карманах, кто фигу, кто монтировку в случае чего, да. Если что-то пойдет не как по маслу, то есть ты выходишь действительно, по сути, на публику к микрофону. Но самое главное, ты выходишь перед людьми, которые разделяют твою страсть. Ну, я тебе сразу, на этом мое представление у меня закончилось, наверное, да, уже, то есть мы уже вещаем, да. Но я действительно лет, наверное, 5-6 назад понял, что из журнальной темы, из журналистики надо, в общем-то, плавно или резко уходить. Почему? Потому что я не видел как раз вот этого людского глазаобмена, да, когда вот я не видел читателей, я делал очень много, 15, по-моему, журналов у меня было, из них 5 на должностях главных. И я все равно, я не видел читателя, да, то есть ты делаешь вот эти бессонные ночи, дедлайны. Теперь ты видишь, да, теперь ты видишь. Да, Лапландия в минус 40 или, например, когда все едут. Ну, я знаю, что ты все это не любишь, это современный автомобиль. Самое главное, что... Нет, что-то не современное, я просто не видел, опять-таки, читателя, у меня не было вот этого пинг-понга, когда ты ему слово, он тебе два, да. А сейчас есть. А когда читатель книжный, да, но они же все покупают, они все практически просят автограф, и, естественно, ты все подписываешь, ты видишь этого читателя, ты его представляешь, кто, откуда он, он ехал из Краснодара, Красноярска, или же он вот здесь возник, там, маменькин сыночек, да. И ты его представляешь, ты понимаешь, кому это нужно, когда я делал журнал, и, к сожалению, или к великому счастью, или так, в общем-то, так получилось, что пишешь, пишешь, сидишь, выкуриваешь одну за другой, теряешь время, и, ну, что, выходит, журнал через месяц его забывает. Нет, книга, конечно, вот тем более твои книги, которые сделаны с любовью. Ленька, спасибо тебе большое за любовь, и это все чувствуется, что вы любите меня. Скажи мне, почему, то есть я-то понимаю, а вот объясни всем, почему твоя любовь началась именно с 21-й Волги? А ты знаешь, как с Победы, там, да, не с... Да, 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 хотя это все очень-очень похоже, на самом деле, Волга и Победа, наверняка нынешнему поколению. Тут, знаешь, по вечерам катался на Волге летом, да? На 21-й. Да, на 21-й, и было достаточно жарко, у меня были открыты все окна, поэтому, притормаживая перед светофором, я слышал разговоры... Все, что говорят. Все, что говорят о ней, о ней, конечно, она такая подъезжает, и люди разных поколений, ну, там были, там, 20-летние, 40-летние, с девушкой, э, Победа! То есть подъезжает... Ну, конечно, не помнят, конечно, не помнят. Поэтому, почему, почему Волга? Ну, ты, как у Симонова, ты вспоминаешь родину такую, какую ее ты в детстве увидал, первая машина в семье, ну, то есть, на которой меня везли из-за роддома была 21-я Волга, и она, собственно говоря, была со мной, ну, наверное, 25 и более лет, вот эта машина, поэтому я как-то к ней так прикипел, и, ну, она, на самом деле, очень удачная была машина. Вот, вот, вот сейчас мы поговорим про то, вот, насколько она удачная. Поэтому стартапом всей моей книжной серии была, я даже не думал, что это будут книжные серии, Лёнь, на самом деле мне, у меня скопилось тогда столько материала, мы, я говорю о, там, 2005 год, да, когда я сел и когда осознанно начал делать свою первую книгу, 2005 год, я понял, что столько материала, столько фактуры, и в голове это не укладывалось, и в компьютере это держать уже как-то, да, это надо было выплюснуть, чтобы потом стерилизироваться. И больше никогда не касаться этому, но я просто книгу ради того, чтобы, ну, вот книга ради книги, да, за это не было никакой еще, как бы, теории прибыли. Настоящий писатель пишет, потому что не может не писать. Но первая хорошо пошла, она разошлась, знаешь, как у Венедикта Ерофеева, первое издание «Москва петушки», хорошо, быстро разошлось, благо написано было в одном экземпляре, да, вот, там было тысячи экземпляров, они очень быстро и хорошо разошлись, и поэтому я понял, что, ну, народ ждет и второго, и третьего. И пошло, и пошло, и потом я понял, что вот она ниша, то есть вот он сквозняк, да, где может зайти звезда, и, собственно говоря, туда надо пойти. Благо я пишу не о голых девках, а о том, что, ну, о чем-то вот как-то так, о приличном и достойном. И ты знаешь, вот, я считаю, что обязательно мы должны знать свою историю со всеми ее сторонами, плохими, хорошими. Мне кажется, что очень важно все раскопать, восстановить истинное положение вещей, вот как было на самом деле. Ну, конечно. Если что-то плохое, ребят, давайте признаем это. Ну, конечно, но я бы еще начал копать, знаешь, что... Потому что мы не будем ходить по граблям. Ну, конечно. Да, вот это очень важно. Если нам есть чем гордиться, давайте этим гордиться. Да, да, да. И вот мне кажется, автомобильная история, как вот... Когда я последний раз вот сейчас вот побывал на твоем этом фестивале, зашел в музей газа, посмотрел это все. Прокатился тогда вот ночью на полуторке, совершенно незабываемые ощущения. Еще скажи, где? По заводу. По заводу, по заводу, да. По тем самым корпусам. И так далее, да. И прокатился на всех автомобилях газ, начиная от газа А, то есть Форда лицензионного, вплоть до 24-ки. Понял, выстроил для себя какую-то, значит, вот... Да. Начал в основную картину. Как это все было. Да. Дико интересно, понимаешь? И потом, вот я помню, когда мы тогда ночью пошли в музей, я поднялся на второй этаж газовского музея, а там собраны всякие артефакты, фотографии, вещи строителей, понимаешь? И там лапти. И вот я смотрю на эту фотографию, там личные вещи, там какого-то строителя, первостроителя. Лапти, бритва и что-то еще. Я понимаю, что у него ничего не было. Это все, и больше ничего не было. Это все строили в чистом поле, в грязи. Ничего не было в Советском Союзе. Была отсталая аграрная страна. И вот... Которая за 9 лет, да? Да. Начиная с 1938 года, она к войне подошла как индустриальная, одна из крупнейших индустриальных держав. Да. Да. Мы не будем сейчас говорить про... Про Германию и так далее. Даже нет. Какой ценой завоевано было счастье. Да. Да, это абсолютно. Быть индустриальной. Но если бы этого не произошло, 22 июня настало бы раньше, и 9 мая не настало бы вообще. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Поэтому страна была готова, и она экстренно готовилась, и кто-то что-то понимал, наверное, за то, что в перспективе в конце 30-х, в начале 40-х должно было произойти. Расскажи, а чья была инициатива купить фордовский завод? Ну, ведь газ, да, это фактически лицензионный фордовский завод, купленный в 30-м, если поправь меня, если я не прав, в 30-м году, да? В 29-м году. В 29-м году, в 29 мая было подписано соглашение, но еще в марте 38-го года Совнарком, Совет народных комиссаров обсуждал возможность, собственно говоря, закупки. И было принято решение, что, да, покупать на Западе. То ли это у Джема покупалось, то ли у Студебекера, либо у Форда. Ну, в общем, Форд, ввиду того, что это действительно был такой массовый продукт, да, и он... Самые массовые автомобили были самые простые, неприхотливые. А там же еще за океаном в это время накатила Великая депрессия. Да, разгар Великой депрессии, самое начало. И когда, в общем-то, это к пользе обоих сторон, и покупателя, и продавца, несмотря на то, что они относились к разным политическим лагерям, да, то есть капитализм, империализм самый махровый, самый махровый, можно сказать, там, радикальный социализм, коммунизм, да. То есть страны могли враждовать, но коммерческая составляющая, она взяла верх, и здравый смысл, в общем-то, победил. И в 29-го... ой, 31-го мая 29-го года было подписано соглашение, спустя год было начато строительство, и к 1-му января 32-го года завод был уже пущен, но производство началось 29-го января. То есть спустя 2,5 года с момента подписания. Вот, были проблемы. И за полтора года, и за полтора года с момента строительства. Через полтора года с момента строительства. То есть за 18 месяцев был, в общем-то, на руках, на спинах, на ногах был построен без каких-либо там супермощных кранов и так далее. Сейчас послушаем новости, а потом продолжим. Продолжаем говорить про автомобильную историю Советского Союза, России. В гостях у меня мой коллега, автомобильный журналист и теперь писатель и историк Иван Подерин. Еще раз здравствуйте. ГАЗ в 30-е годы, ты говоришь, в 29-м году приняли решение, в 30-м закупили, построили. Причем это была такая всенародная, ну вот как в те времена, да, всенародная стройка. Всенародных стройок было много, они, в общем-то, шли по всей стране, кроме автомобильных предприятий. Надо же сказать, что одновременно с ГАЗом практически строился или достраивался ЗИЛ, который раньше был. АМА, который, да? Который АМА, но там была настолько большая реконструкция, настолько коренная. По сути дела, это новый завод возник уже. И строились же и химические, и металлургические, и всякие смежные нужны были. Нет, там и Днепрогресс, там все эти великие-великие строители. Да, 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 стране нужна была и резина, и стекло, и все-все-все. Тот же Борский, например, завод, да? И электроламповый, и все. То есть, по сути дела, это действительно страна из такой вот первобытно-родовой, крестьянской, урожайной державы, где вечная была голодуха, и не до рода, и скот падет, да? Ну, она действительно становилась на рельсы индустриализации. Вот это вот была модернизация очередная, очередная русская модернизация. Кто народ? Потому что, ну, понятно, строить это одно, а им же нужно управлять, это же все технологические, по тем временам, сложные процессы. Ты хочешь, чтобы я назвал фамилию того, кто был направляющей движущей силы, великим вождем, кормчем? Как будто мы этого не знаем. Ну, понятно. Нет, нет, роль Сталина здесь понятна, конечно. Но вот то, что называется ИТР, инженерно-технические работники, откуда их брали, были, кстати, фордовцы, американцы приезжали? Да, 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 в Нагазе был построен одновременно с заводом еще целый соцгород, это то, что сейчас автозаводский район, это жилой массив для самих работников, и там же еще был специальный американский поселок. Поселок для иноспецов, там гораздо более комфортные условия были, и вообще НКВД следило за тем, чтобы к иноспецам относились, соответственно, вежливо, учтиво и так далее, и так далее, потому что они же тоже приехали из Детройтов и из своих городов туда, где Макар Телят, в общем-то, не пас, и столкнулись с тем, что называется военным коммунизмом. Конечно, да, и ресторанов тебе ничего. Ну, и, в общем-то, и грязь, и так далее, и так далее, и отношение, в общем-то, к ним тоже было не самое учтивое сначала. Да? Да, 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 они отъезжали, они уезжали массу. Не выдерживали. Они уезжали, ну, вот, не выдерживая на то, что их там, за ними не подали автобус, вовремя не подали горячее, и так далее, и так далее, они приезжали, некоторые приезжали с семьями, и детей некуда было устроить, и жены, и так далее. И так далее, ну, в общем, бабе бунт, и так далее. То есть, уезжали, ну, как, все нормально было. А скажи, связана с этим вот та задержка в пуске завода? Ну, не то, что он был пущен. Нет, завод был пущен. Ну, смотри, вот первый год, сколько было выпущено машин, завод производительностью 100 тысяч машин в год. Да, я сейчас расскажу эту историю, которую тебе предварительно рассказывал, да, действительно. По договору был куплен завод мощностью, производительностью годовой в 100 тысяч автомобилей. В 100 тысяч автомобилей, и за это, естественно, было заплачено золотом, валютой. Понятно, что приходилось стране продавать все, что ранее нажито было, в том числе и церковные ценности, исторические. И зерно. И зерно, и картины, и, в общем-то, все то, что... Голод, голод-то в это время был, да? Да, да, да. Это же все ценой, да? То есть, вместо того, чтобы кормить людей, продавали зерно на Запад и покупали эти заводы. Да, плюс продавали, естественно, историю страны. Голодомор, вот это все. Материальную историю. Да, это все было. И что купили за это деньги? Ну, да, знаете, деньги покупали и корпуса, и оборудование. Огромный станочный парк был закуплен, все понятно. Это в рамках, это в масштабах всей страны, не только на отдельно взятом газе. Газ просто как зеркальце. Как зеркальце, да. Но мы получаем, что на заводе мощностью 100 тысяч первый год он выдает 4 тысячи, а следующие 7. Ну и вот мы представляем, что происходит в стране. А причина-то в чем? Причина большой процент брака. В силу того, что кадры-то так, они и остались мало квалифицированными. Они же были сельскими. Конечно. Их трудно было заставить сделать из сельского пастуха за один год квалифицированного сварщика или тем более литейщика. Огромный процент брака, там до 90% доходил брак литейный. Брак именно металлургический, химический. То есть когда не тот сорт чугуна шел, допустим. То есть очень большие системные трудности, когда, собственно говоря, трудности овладения вот этими технологиями. Мы не говорим, что это еще высокие какие-то космические технологии. Нет, это просто промышленные технологии, индустриализация. Крестьянин впервые сталкивался с этим. Он знал, что зерно надо сеять в апреле, грубо говоря, а собирать урожай в сентябре. Вот и вся технология, по сути дела. Еще бронение было, что-то там еще какая-то вспашка и так далее. А здесь же пошли серьезные процессы. И поэтому, ну, я так думаю, что если бы на самом деле сейчас на каком-нибудь малом предприятии в Сколково дать заказ на производство айфона 5, да, ну, вот такой же результат был бы. Да, абсолютно точно. Другое представление о технологиях, о процессах, о продукте. Но, тем не менее, тем не менее. И это, между прочим, это осваивались самые простые, конструктивно на тот момент автомобили. Да, надо сказать, что примитивно. Это была телега с мотором. Да, газ А, это Форд А. У них же не было еще амортизаторов даже, да, то есть это был... Ну, там фрикционные. Как-то нет, нет, фрикционные только появились на АМках, а до этого-то еще вообще ничего не было. Вообще там не было, да? Вообще ничего не было, там же были дешевые продольные поперечные ресоры фордовские. Вот Форд любил экспериментировать в 20-е годы с этим. Вот газ за это расплачивался, собственно, малым ресурсом. Шасси. Да, да, да. Вот, но поэтому, да, вот такие вот трудности были. Сколько всего было, не помнишь, выпущено? Ну, я помню, что... Я хочу сказать, что на 100-тысячный рубеж, на 100-тысячный рубеж, завод вышел только вот в преснопамятный 37-й год. 37-й, 38-й год. Это уже с М-кой. Это уже с М-кой и уже, ну, то есть полуторка М-ка. ГАСА быстро сменили. Там вот эта лицензионная модель, которая Ford Model A, 42 тысячи всего, было три года. То есть с самого конца, по самого конца 32-го по самое начало 36-го года, ну, три года с хвостиком. Ну, потому что машину уже купили, когда она уже морально, в общем-то, устарела. Ну, тот же договор, тот же договор, он и предусматривал, что, то есть в рамках него была заложена новая модель, которая у Форда была, Ford Model B. То есть она шла по договору, она и, собственно говоря, вот это и есть М-ка, но она была усовершенствована, да. Ты спросил, кто конкретно руководил строительством завода, ну, действительно, это была вся страна и практически все инженерные кадры были брошены. Все, что есть, все, что было в НАТИ, все, что было на мой... Еще не было Грачева, Грачев пришел гораздо... Либгард был тогда... Либгард, это, давай сразу, скажем, для слушателей, в общем-то, это такой русский энцеферрари, о нем, конечно, надо отдельно говорить, потому что человек, который, несмотря на все вот эти обстоятельства, создал, ну, просто массу, массу удивительных машин, которые... Не модели, а конструкторскую школу, в общем, да. Конструкторскую школу, сейчас это никому не понятно, наверное. Вот. А мы будем объяснять. А, мы будем объяснять, хорошо, тогда перейдем к Либгарту или как? Нет, смотри, вот мне кажется, очень важно понять, что купили вот эту вот первую модель, да, который ГАЗ-А и Форд-А, он фактически использовался для отработки технологий. Он был как расходный материал, эта машина. Ну, это мы так можем представить, на самом деле... Смотри, смотри, ведь ты мне рассказывал, что все машины потом, когда разработали, ну, как бы доработали Model B, это была М-ка. Ну, я хотел сказать, что это была почти М-ка, потому что там уже наши сделали шасси свое гораздо более... Это, во-первых, уже были собственные технологии, и все старые Форды А изъяли из обращения и уничтожили. Это правда? Нет, это я тебе... Нет, изъяли из Москвы, из Москвы. Это не я, это, наверное, тебе рассказывал Денис Орлов, большой любитель того, что происходило в Москве, да, я все-таки... Я... У меня нет таких сведений. Я также слышал, что, да, из города будущего, там же хотели построить дворец Советов, да, выставка достижений, что же будут ездить старые машины с торчащими крыльями. Вот на них вместо придут новые машины, правда, тоже с торчащими крыльями. Газы А изымались из Москвы, и если посмотреть хронику фото, кино, хронику конца 30-х, там ездят, в общем-то, роскошные Линкольны, Покарды, М-ки, М-ки и ЗИСы. Да, 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 да. Все, что старое, все, что... Все это уходило на периферию, машину, конечно, не уничтожали, и газы А, ну, в меру возможности, да. Я тебе хочу... Благо они сами быстро разваливались. Иван, смотри, меня сейчас догнало. Вот смотри, у нас сейчас наши чиновники ездят ведь тоже на дорогих машинах. Это BMW, Mercedes, Audi. И тогда было то же самое. И тогда было то же самое. Продавали зерно и покупали. Ну да. Папа ваш что-то бекер, да, как у Ильфа Петрова. Да, папа ваш что-то бекер. Да, так оно и было, на самом деле, в общем-то. Поэтому, ну, что ждать от наших чиновников. Вот всегда так оно и было. Но другое дело, там не было во всем этом стяжательства. Нет, это невозможно было, конечно. Их же, они же хоть ездили на Покардах, но они их хранили в одном френче. Это да. И ничего не оставалось. Это правда. Это правда. Так что не говоришь о недвижимости за рубежом, там и так далее. Ну, какое-то... О чём ты говоришь? Всё. Нет, ну, тогда страна действительно вся в едином порыве. Да. Да. Да, и это я понял, собственно говоря. Я никогда не задумывался о таких категориях, как судьба страны, да, делая какие-то автомобильные там передачи. А тем не менее... И так далее, и так далее. Но когда я понял, что вот они, да, когда передо мной, во-первых, возник огромный фото массив. Массив, массив, если только в книгу вошло тысячу фотографий, то можешь представить, сколько я отсмотрел, да. То есть десятки, там, сотни тысяч фотографий. Я понимаю, что действительно это всё на костях голоди и на огромном энтузиазме. Это всё было построено. Да. И вместе с тем коррупционная ёмкость этого процесса была равна нулю, да, потому что там была... Иван Подерин. Конечно, дикая ответственность была и дикой, да, в плане огромная, большая и... И, Вань, давай сейчас новости и вернёмся к этому обсуждению. Иван Подерин у меня в студии, автомобильный историк, писатель, журналист, энтузиаст. И говорим мы про историю советского автомобилестроения, как зеркало вообще в автомобильной истории. Истории страны, да. Вот предвоенные годы, сначала это ГАЗ-А, потом это ГАЗ-М1. ГАЗ-М1, автомобиль М-ка уже лицензионная, то есть она была лицензионная, но она уже... Это уже осмысленная. Да, это уже... Осмысленная. По сути дела, по сути дела, лицензионным остался, то есть по чертежам, но без оснастки. Угу. То есть русские, советские создавали свою, будем говорить, да, русские инженеры создавали свою оснастку по американским чертежам только на кузов. Двигатель, это был, опять-таки, от старой модели, но слегка форсированный, но шасси было своё. Рама была своя, и поэтому М-ка-то, в общем-то, она была предпочтительно выгоднее для... Относительно вот от того же Форда, аналога её, на наших дорогах, да. Либгард отказался первым делом от поперечной рессоры, которая имела очень малый ресурс. Устаревшая совершенно архаичная конструкция. В М-ку были введены длинные продольные рессоры, это дало, в общем-то, ей хорошую плавность хода. Отказался он от V-образной V8-ки, потому что, опять-таки, она была там алюминиевый блок, слишком сложная технологически. Не могли в то время в нашей стране сделать такой двигатель. Да и тем более обслужить. Может быть, и могли изготовить, да, но понятно, что это же массовая модель должна быть. Это была бы тупиковая ветвь, конечно. И оставили вот этот вот старый мотор. Старый мотор, его форсировали, и с этим же мотором и взлетел, кстати, и первый газовский самолёт. Самолёт, да. Комсомолец-1, там был ещё более форсированный, с алюминиевой головкой, 57-сильный. Такой же мотор, но с ним он поднимался в небо. Медленно, но тем не менее. Он поднимался, да. Ну, я просто скажу, что, по-моему, 20 минут он набирал высоту 500 метров. 20 минут у него была скороподъёмность до 500 метров. Вот. О чём ещё? Ну, и, собственно говоря, нет, ну, полуторка, конечно же, главным продуктом и более массовым. Сколько выпускалось в год полуторок, а сколько эмок, помнишь, примерно, перед войной? Я хочу сказать, что вот время перед войной, оно опять-таки делится на до и после 40-го, 39-го даже года, когда по выпуску продукции сразу заметно, что с заводом что-то не то происходит, а именно он переводится на военные рельсы. 39-й год, страна готовилась к войне. Резко падает производство, то есть со 117 тысяч в 38-м году грузовых машин выпуск идёт на 40 тысяч, а эмок падает с 20 до 2 тысяч. То есть вообще перестали считать. То есть десятикратно, десятикратно. Потому что всё идёт на войну. Лёгкие танки. А что на газе, да, лёгкие танки и авиационные моторы. То есть они ещё на момент строительства был заложен проект, так называемый ГАЗ-2, то есть после, то есть ГАЗ реконструированный, да, то есть развитие производства, ГАЗ-2 так называемый. Это новые моторные цеха, которые создавались там с другой станочной базой уже на перспективные модели. Вот так, кстати, строился завод, да. То есть не просто пространство, в котором идёт какое-то молотиловое, и ширпотреб выпускается. Ещё параллельно строится второй завод на перспективную модель, понимаешь. И это было очень правильно и грамотно. И опять-таки до этого дошли люди, которые никогда не занимались автомобильным производством, да. Это говоря о таланте их, о прозрении, о их видении, да, предчувствии вот момента. Они не были профессионалами, но они были, в общем-то, очень верны этой идее сделать действительно советский автомобиль лучшим в мире. И как раз вот на этот ГАЗ-2 и приходит производство авиационных двигателей для самолётов ЛАГ, для МИГов. ГАЗ начинает делать колёса для танков, в том числе во время войны он делал и для Т-34. И когда завод-то был разбомблен, разбомблены были как раз вот эти вот площадки-то и были, да, то есть практически 100% колёсных пушек. Это всё лафеты, которые были сделаны на ГАЗе. И вот что меня, конечно, совершенно удивляет, то, что разработка Победы началась до войны. И продолжалась всю войну в самые тяжёлые годы, 1942-1943, идёт заседание в наркомате, и они уже формализуют технические данные послевоенного массового автомобиля. Было практически самое знаменитое, ну, опять-таки, малоизвестное, но в наших кругах это знаменитое совещание 3 февраля 1943 года на следующий день после Победы по Сталинградам. У меня есть стенографический отчёт, я достал, нашёл стенографический отчёт, как это всё было, когда были собраны все главные конструкторы всех автомобильных предприятий. Без лишних слов, был просто, товарищи, приступаем к обсуждению послемодельного, да, то есть, вот, состоялся вчера-вчера, взяли Паулюса, обсуждали, начинаем, всё, погнали. Но к этому времени на это совещание Либгард уже принёс типаж газовских, ну, то есть, развернутый типаж газовских машин. Они, кстати, все были унифицированы по двигателю, ГАЗ-11, который незадолго до войны был приобретён с помощью... Ну, значит, не обошлось без шпионской истории. Вот именно, приобретён — это не то слово, мне кажется. Всё-таки, и надо поговорить, конечно, про это, да, про технический шпионаж. Да, мы поговорим, мы поговорим. И, да, уже была готова, то есть, была прорисована Победа, уже мы, то есть, мы это знаем, но тогда газовские конструкторы понимали, что это должен быть автомобиль с несущим кузовом, с независимой подвеской, с... Ну, взяли, вот сейчас мы, у нас в музее авторевью сейчас появилась Победа, отреставрированная. Денис Орлов, наш коллега, упомянутый уже, написал для авторевью и историю реставрации этой машины, да, ну, и, так сказать, там, своё видение истории. И он пишет, что несколько образцов автомобилей «Опель Капитан» были использованы... Да, трофейных причём, трофейные. Трофейные, да. Их разобрали, и поскольку у газовцев не было своих наработок по несущему кузову, по конструированию, то фактически всю силовую структуру взяли с «Капитана». Да, 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 да. Равно как и подвеску. Днище, да, передняя подвеска, ну, задняя, понятно, они у всех такой формы были, но ещё же это бескрылый кузов обтекает. Нет, вот бескрылый кузов — это наше ноу-хау. Это отдельная история. Это отдельная история, да. Вот, но... Просто это был такой некий синтез и технического, как бы, ну, там, воровства, не знаю, там, да? Нет, 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 просто война — это всегда обмен технологий. Кто-то учился у нас, кто-то учился... Немцы учились у нас делать танки, да, то есть танк «Пантера», собственно говоря, по обводам — это «Тридцатьчетвёрка», да? Нет, нет, нет. Там рациональные углы наклона, да, были? И у американцев учились. И так далее. Всегда все учились у кого-то, поэтому то, что во время войны на территории или в распоряжении наших оказалось огромное количество передовой техники, как немецкой, так и союзнической, да, это, в общем-то, в облако было, да, но для... Естественно, это было все быстро очень изучено, осмыслено, главное дело, и вот следующее, первое, то есть это уже третье поколение горьковских машин, это уже было... Это уже были послевоенные вещи, да, собственная разработка, уже которые, плотно которыми занимались уже непосредственно с 43-го года, да, то есть победа была задумана до войны, естественно, да, что опять-таки, смотри, вот завод только что построили. Удивительно, да, только что построили крестьяне, лапти, ты говорил, да, там какие-то бритвы лежат, лапти лежат в музее, да, и меньше 10 лет проходит, вот он лак, да, и там 8-9 лет, и эти люди начинают делать автомобиль аэродинамичной формы, несущий кузов, они что-то понимают про подвески, да, что она должна быть такая, не такая, что двигатель должен быть вот такой и так далее, да, вот оно происходит, это 8-9 лет. Точно, то же самое, еще более заметный пример, ты понимаешь, вот между серийной победой, так же, как и ЗИСом-110, да, и Гагаринской ракетой лак всего 16 лет, понимаешь? То есть если сейчас переложить и отмотать от 2016 года 16 лет назад, это будет 96-й, да, и мы поймем, вот что мы сделали, какие смыслы новые мы как нации выработали, да, ты понимаешь? Часто, да. Поэтому тогда это все, почему, вот почему мне интересно это делать, потому что там действительно есть движуха, там большие тектонические процессы происходят, именно в плане, происходили, да, в то время, в плане там мировоззрения, освоения технологий, осмысления каких-то и так далее, да? Нельзя, потому что во всем мире они происходили, то же самое происходило и в Америке, но в мире-то и сейчас происходит процесс, Лень, ты понимаешь? Абсолютно точно. Да, ты сравни там Моторолу 16-летней с пятым айфоном. Конечно, конечно. Ты поймешь, что где ты был эти 16 лет, что ты делал, да? Конечно, конечно. Вы за это время перешли с бумаги на глянец, молодой человек, вот, а люди уже перешли на пятый айфон. Так что вот такая вот история относительно победы. Да, победа, вот наши реставраторы, когда ее, да, мы ее купили, разобрали, они были, конечно, шокированы тем, что кузовные детали отличались, там, скажем, слева и справа. Да. Отличались не на миллиметры, на сантиметры. То есть кузов оказался кривым, и они поняли, что так в те годы собирали автомобили на конвейере. Килограммы припоя, которыми облуживались поверхности, потому что были плохие штампы и не было нормальной холоднокатанной стали. Это уже там, да, после войны. А какого года машина-то у вас? 54-го. Ну, это уже позднее. Это уже позднее, она уже исправленная. Да 200 килограмм припоя наносились на самый первый побег. 200 килограмм. 200 килограмм, поэтому там никакой паспортной динамики, да, то есть она изначально получалась уже нагруженной по самую маковку, да. И еще, естественно, 5 пассажиров. Понятно, что... И слабенький этот мотор, 4-й цилиндровый. Да, поэтому, что никакой динамики, никакого. И она так вот проколупалась до конца 47-го года, когда, в общем-то, ее сняли на 9 месяцев. И за 9 месяцев, в общем-то, были сделаны оргвыводы, и все было исправлено. Расстреляли там кого-то, да? Нет, нет, нет. На что-то оргвыводы. Это уже никого, нет? Уже не стреляли? Ну, уже, нет, уже ничего не стреляли. Знаешь, смотри, там фигура Либгарда, ну, поскольку он главный мыслитель в этом процессе был, да, это удивительная фигура, да, это действительно, это должна быть книжка когда-нибудь, да, может быть, не я. Ну, я надеюсь, что ты знаешь. Нет, там никто до расстрелов не дошло, так же, как и сам Либгард, как главный конструктор завода, как главный конструктор победы вот этой, да. Ну, казалось бы, сделал чудовищную машину, да, казалось бы, да, 200 килограмм припоя. Вся кривая, вся горбатая, не едет, масло течет. Да, понятно, в каких он обстоятельствах это делал, что победа проектировалась, в общем-то, на свежем воздухе, потому что завод был разбомблен, да. Понятно, что этот завод дал Красной Армии танков столько, что... Да, да. И так далее. Да, кроме производства машин он занимался еще и так далее. На этом же заводе лежала и ядерная программа. Да ладно, я не знал это. Газ делал вот эти центрифуги, не только делал. Для обогащения урана, да? Их никто не делал, их надо было разработать. Надо было разработать. Нуля. Я этого не знал. Это делал газ, да, центрифуги, а больше нету было. Не было курчатника еще, нет. Центрифуги были на газе, в то же самое время все делали. Друзья, Иван Подерин открывает нам глаза на историю. Вот, поэтому... И продолжит нам открывать наши глаза после очередного выпуска новостей на Финам.фм. Разговариваем с Иваном Подериным про историю горьковских машин, про историю страны. Вот Победа, до какого года она выпускалась, Победа? До 58-го. 58-го, то есть достаточно, да? А 21-ю когда начали делать? Ну, так массово она пошла, более-менее серийно, это 57-й. А разрабатывать когда начали? А ты знаешь, трудно отследить, когда она стала вот 21-й, которую мы имеем в виду, каноническую волу. Потому что ее, в общем-то, разрабатывать начали практически сразу. Как-то только стали исправлять Победу, да, когда стали исправлять... То есть еще в 40-й? Да, примерно в 48-й год рождается проект, ну, пока только дизайн-проект Победа-2. Но туда закладываются, Либгард, там, следующие характеристики, что это, да, ну, по-прежнему все несущие кузов, что это там, и так далее, вся Победовская, в общем-то, платформа. Почему Победовская платформа, вот эта вот база колесная, да, она, под нее конвейер был рассчитан, поэтому, собственно, это была такая константа еще в течение 20 лет, вот, но он закладывает туда верхний клапанный двигатель, автоматическую коробку, панорамные стекла и так далее, и так далее. То есть получается... По образцу и подобию американской машины среднего класса. Да, 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 он никогда не скрывал, что, собственно говоря, да. В Штатах там уже все уже с автоматами. То есть машины, то есть его машины, они шли абсолютно в тренде, абсолютно просто, может быть, с разницей там на год, на два. Вот было такое, это даже нельзя назвать было отставанием, потому что они отставали от Детройта, но Европа, ты понимаешь, что отставала на десятилетия к тому времени. В то время Европа выпускала машины с торчащими крыльями еще, в общем-то, да, они подбирали послевоенные какие-то там недособранные вещи и дособирали. Да, да, да. Действительно, она безумно красивая машина, и эта красота именно такая, она вот духовная. То есть это отражение... У нее богатая история, да. Всей энергетикой тех людей, которые после войны это все дело... Начнем с того, что это машина Гагарина, да, то есть первый космонавт, у него была именно 21-я, да, хотя, ну, казалось бы, да, но тем не менее. Вот в историю она бы вошла, и у него и матра была, кстати. Ну, и матра была, да. То есть матра это может себе поставить как бы звездочку в план. И на марках, да, очень красиво. Ну, и ГАЗ-21, конечно, это тоже. Поэтому все очень естественно. Вот все эти... То есть если бы у Либгарта получилось то, что он задумывал, машина с автоматической коробкой передач, все... Ну, у него и получалось это, да. Но не получилось же. Ну, надо сказать... Выяснилось, что невозможно в Советском Союзе... То есть всегда вот полет мысли конструктора... Той мысли. Той мысли, да, прерывается, будучи ограниченным технологическими реалиями. Да, да. Невозможно сделать массовый надежный автомат, потому что это очень сложное требование к допускам, к частоте обработки поверхностей, к эксплуатационным жидкостям, да, к маслу. К тому, что никто не умеет обслуживать на местах автоматические коробки. Да, их было всего произведено 700 штук на Волге, было поставлено, но большая часть владельцев, а это же были люди, в общем-то, такие знатные, то есть герои соцтруда, космонавты, летчики. Да, да. Космонавтов тогда еще не было, в руках, конечно, как всегда. Они возвращались обратно на завод и просили поменять в массовом порядке это было. И меняли на обычную, на руле, на механику, да. Коробку передач, да. И ты знаешь, вот потом, когда я прокатился на 21-й, там, вот, отреставрированной Менчанином, колоссальная разница, потому что с моей машиной не реставрированной, это было интересно, потому что я понял, как может ехать в 21-е. Не в оригинале, в том-то и дело. Нет, я имею в виду... С конвейера они сходили все кривые. Ощущение драйва, да, в оригинале. Они все кривые сходили. Если бы, да, это правда, если бы технология позволяла, 21-я была ничуть не хуже иномарок того времени. И я тебе скажу больше. Я потом, когда пересел с 21-й в 24-ку и прокатился на ней, а 24-ку я очень хорошо знаю, потому что в 80-е годы это была одна из первых моих машин. Я сначала сел на Жигули, на Копейку, а в 9-м, 10-м классе, 84-й, 85-й год, я ездил на уроках УПК на 24-ке в первом автокомбинате. И я по тем временам там, да, ну, автомобиль, автомобиль. А сейчас я сел и понял, что он едет фактически... То есть, с одной стороны, он вроде как более передовой, но с другой стороны, он едет хуже, чем в 21-м. Там в 24-ке 5 оборотов руля от упора до упора больше, чем в 21-й. То есть ты наматываешься вот так вот на баранку, потому что... Потому что вот сейчас я тебе, да, вот озвучу мою гипотезу. Я думаю, что 24-ка это отражение застоя. Понимаешь, если бы при создании 24-ки все-таки пробили бы хотя бы гидроусилитель руля, было бы три оборота руля от упора до упора, если бы удалось и автоматическую коробку, если бы удалось сделать то, чего не удалось сделать в 50-е и в 60-е, то это было бы движение вперед. А так 24-ка, понимаешь, в чем-то даже движение назад. Ну, она засиделась, на самом деле. Она засиделась, если 21-я была вот именно в каноническом виде, когда начали делать именно Волгу. Да. Это 18 месяцев, понимаешь. Это с 1953 года она через 18 месяцев вышла на испытание. Да, и в этом образе она практически так и осталась. И еще через два года она была запущена. История 24-ки это 10 лет. То есть ее-то начали делать, ее начали разрабатывать в 59-м году, когда все специалисты по легковым освободились, была запущена «Чайка», они освободились, они перешли делать «Волгу» 24-ю, и машина-то была уже готова к 63-му году в первом кузове, а к 67-му уже была выпущена первая опытная партия. Но производство серийное было начато еще спустя три года. То есть машину не пускали в серию по одной простой причине, что в стране понадобились мощные бронетранспортеры БТР-60, ГАЗ-66. То есть военная программа, она очень сильно придавила хвост этой машине. Ну, кстати, на 66-м я тоже прокатился на нем в рамках. Лёня, это 58-м годом. Потрясающий автомобиль. Прототипы 58-м годом. Вообще фантастика, понимаешь? Я тоже, я не ожидал такого. Первый раз. И с гидроусилителем? Ну, с гидроусилителем. Пусть там он не интегрированный, а с гидроцилинром отдельным, но с усилителем. Да, и у него идеальная развесовка. Почему он такой? Да, да. Но при этом он творит чудеса. Потому что давали, на это давали деньги. Увы, это вот тоже мы говорим про историю горстских машин как отражение истории страны. Вот, пожалуйста. Лёнь, ну, может быть, и давали деньги неспроста, чтобы мы с тобой сейчас сидели здесь, не опасаясь бомбежек. Нет, бомбежек с тех пор, как есть ядерное сдерживание, ну, какие бомбежки? Да, тогда давно уже. Ну, конечно, я согласен, много глупых. Да, да. Но военное лобби, вот оно, вот оно, где коррупция-то зародилась. Вот, ну вот, к сожалению, если говорить о гидроусилителях, то они появились на Волгах только в 21 веке. Я даже не знаю, я не отследил этот момент, честно говоря, для меня... 2000-е годы. И причем гидроусилители эти, насколько я помню... Работали только вправо или влево. Были какие-то... Нет, был какой-то, значит, отечественный, но он вообще жуть, да? А потом были по лицензии ZF, Центрадфабрик немецкой. О как! Полезно работать в авторевью, ты все всегда знаешь про газ. Помню, помню. Вот, и это, конечно же, увы, печально. И вот то, что газ умер как производитель легковых автомобилей, мне кажется, было заложено вот тогда, в конце 60-х. В конце 60-х. Да, потому что если ты... Ну да, накапливалось такое отставание. А это не только же отставание технологической, это компетенции, да? То есть люди уже не готовы производить современный продукт, да? Конечно, конечно, конечно. Производить современный продукт, разрабатывать современный продукт. Да, вот ты говоришь про айфоны, да? Конечно, конечно. Это все тянет за собой. Это же нужны особые мозги, конечно. Следующую «Волгу» нужно было уже рисовать в 70-м году, по сути дела. Они в 90-м, да. И поэтому, вот как мне кажется, все-таки, вот один из самых ключевых моментов нашей истории, это вот разгар войны, 42-й, 43-й, а тем не менее, продолжается тяжелейшая ситуация, а продолжается разработка автомобиля «Победа» с понтонной формой кузова. Инновации, вот они, где были. Да, хотя можно было бы «М-ку» поставить. Абсолютно. Еще бы 20 лет она делалась в корейской народно-демократической республике. Кстати, знаешь, что меня еще поразило? Вот в историческом плане, оказывается, примерно в это же время, какой-то известный советский винодел, я уже не помню, получил сталинскую премию за новую технологию производства шампанских вин. Здорово. Казалось бы, да? То есть, все, враг на пороге, страна действительно там близка к катастрофе. Продолжается вот эта работа. Это потрясающе. Иван Подерин, автомобильный историк, был у меня в гостях. Мы разговаривали про историю нашу, и, как мне кажется, столько еще всего осталось за кадром. Мы только начали. Мы только начали. Очень здорово, что, Вань, ты это делаешь. Успехов тебе. Спасибо. Я надеюсь, что мы еще раз в студии и поговорим, и в рамках тревью все это дело будем прописывать. Надо знать свою историю, чтобы не ходить по граблям, и чтобы было чем гордиться на самом деле. Молодцы, спасибо. Спасибо. Всего хорошего.